МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас в программе «Прямой эфир». Здравствуйте! Здравствуйте! Екатерина Викторовна, расскажите про свою семью. Сколько у вас детей? Ну, семья у нас совершенно обычная. Детей у нас шестеро. Муж работает в Росгвардии, то есть он служит. Я в декрете уже продолжительное время, но в декрет уходила со школы. То есть я работала воспитателем в группе детского сада в 55-й школе. Когда я оттуда уже уходила, у меня уже был четвертый ребенок, то есть я в декрет ушла. Сейчас, конечно, все это время я занимаюсь с детьми. Стараюсь их поддерживать в школе по учебе. Вожу их на тренировки, потому что у нас тренировки находятся в другом районе. Сколько лет самому старшему и младшему? Старшей дочери 16 лет. Она в 10-м классе учится. А самая маленькая дочка, ей полгодика. Когда видишь большую семью, всегда хочется задать вопрос. Вот как так случилось в вашей жизни, что у вас теперь шестеро детей? Когда мы с мужем познакомились, конечно, такой прям цели не было – иметь шесть детей. Мы поняли, что, во-первых, дети должны быть в семье, тогда семья будет крепкая. Когда дочери исполнилось три года, мы ощутили, что в семье должен появиться младенец, чтобы она не концентрировалась на себе, а чтобы ее характер развивался немножко в другом направлении, чтобы она еще на кого-то обращала внимание, чтобы у нее развивались такие качества, как помощь, поддержка, уход за кем-то. И она… Ну, как бы вот я хочу сказать, что это в детях видно, в многодетной семье они, конечно, вот очень жертвенные, очень любят друг другу, помогают, переживают друг за другом. Если кто-то на соревнованиях, они готовятся к приезду, неважно, какой результат, важно, что мы его поддержим в любом случае, проиграл он или выиграл. Вот. То есть вот так вот. Это многодетная семья, это полноценная семья. То есть дети, их если мало, им скучно, им плохо, они одиноки. А вот когда много, это видно, вот дети, у них все-таки какая-то вот… Умеют между собой как-то ладить, они учатся этому уже в семье. Вашей семье 16 лет, срок внушительный. И наверняка были абсолютно разные периоды в вашей жизни, и испытывали какие-то трудности. Вот как вы с ними справлялись? С Божьей помощью справлялись, то есть помогали нам, и родственники помогают. И если это какие-то материальные трудности, вот у нас есть, например, комплексный центр по работе в семье соцзащиты, то есть они тоже помогают. Ну, то есть поддержка есть, поддержка много. У нас и Тверская епархия, у них есть поддержка тоже. Они, бывает, и вещевую помощь, и продуктовую оказывали. Ну, были такие моменты. Но это очень редко и нечасто. То есть бывают в жизни моменты, когда кажется, ой, ну как? А на самом деле, вот на самом деле, чем больше детей, тем легче в жизни. То есть Господь детей нам дает, и на детей тоже. Потому что, как мы жили, когда у нас одна дочка была, мы жили намного скромнее. И как мы сейчас живем, у нас есть все самое необходимое. То есть со временем мы купили и машину, и у нас автобус есть. То есть если мы хотим всей семьей куда-то ехать, то мы на микроавтобусе ездим. То есть как бы вот не надо бояться этого совершенно, что что-то не будет. Есть все, и все самое необходимое. Конечно, излишеств не бывает, но нам хватает. У меня дети не голодные, не голодают. Они у меня одеты не хуже других детей. То есть прилично. Главное же ухаживать, научить их за одеждой, быть более аккуратными. Вот. Ну, я не могу сказать, что нам что-то не хватает. А если более конкретно, Екатерина Викторовна, какое оказывает государство и региональная власть поддержку? Ну, вот я хочу сказать, что вот у нас как бы и началось это. Вот у нас семья зародилась, появился ребенок, и появились какие-то вот льготы. На первого ребенка я получала, на второго мы материнский капитал получили, на третьего региональный капитал. Мы эти деньги использовали, купили дом, дети ездили каждое лето, мы ездим отдыхать в деревне, возле реки, то есть на свежем воздухе. Все это как бы используется, все это есть. Сейчас еще больше стала поддержка. То есть сейчас есть, во-первых, нам субсидии платят. То есть мы за квартиру не полную стоимость, а где-то 50% мы платим, и компенсация нам идет. Потом нам помогают к школе. Ежегодно к школе нам дают констовары, тетради. Есть у нас управление социальной политики, они нам выдают спортивные обувь, футболки. Бывает, ну, спортивные штаны дают. То есть как бы помощь, оказывается, нет такого, что там какие-то я неимоверные вложения делаю, когда детей в школу отправляю. Нет. На самом деле все очень легко. И портфели дарят, и портфели неплохие. То есть хорошего качества, все с любовью. И у нас еще есть такие меры поддержки, о которых очень мало мы знаем. То есть вот у нас есть, например, такая мера поддержки для семей. И, кстати, не только многодетных. Соцконтракт называется. Когда у нас очень много многодетных пользуются. Это можно, если мы живем, например, в доме в частном, то можно на расширение каких-то подсобных хозяйств. То есть парники купить, курочек закупить, там даже вплоть до коровы и все прочее. Это уже по желанию. А если вот мы живем в городе, то можно закупить швейное оборудование для мамы. Мама будет шить. То есть это экономит бюджет. Вот я сейчас оформила соцконтракт и жду. Мне сейчас должны уже деньги перечислить на покупку вязальной, японской вязальной машины, которая будет очень экономить наш бюджет. Потому что я вязать вообще очень люблю. А это я буду быстрее это делать, и будут вещи, конечно, получаться, и качество будет другое. И это будет очень экономно для семьи. Потому что у нас много ног, нам много носок надо. Да, нам много надо свитеров. И все, и маленьких одевать девочкам, платьицы можно вязать. То есть дети будут одеты. Вот это вот очень важно, потому что сами знаете, какие у нас цены на хорошую, качественную одежду. А мы тоже хотим качественно одеваться. Ну, я думаю, что много потребуется новых платьев для того, чтобы отправиться в Москву. В октябре вас ждет важное событие. Вы будете на приеме у президента Российской Федерации Владимира Путина. Ждете этого события? Ждем очень. Дети ждут. Для них это вообще стимул. Как бы они готовятся, да. А что можно будет спросить, а что можно будет сказать, а как надо правильно там... Ну, готовятся они. Да, вот мы... Поводом для встречи что послужило? Да, я вот хочу сказать, что как-то так случилось. Мы, конечно, даже, честно говоря, не рассчитывали на такое. Но вот мы победили в конкурсе. Лучшая многодетная семья России. Подарком получается поездка в Москву. Встреча с президентом. Потом нам предложили еще экскурсию. То есть дети будут... Там будет экскурсия проходить на катере. То есть будет поездка такая. Ну, знакомство. То есть мы познакомимся. Это все будет проходить в Кремле. Еще, конечно, не знаю подробностей. Легче рассказывать, когда событие уже произошло. Но вот ждет нас вот такой вот замечательный... Ну, мы вас пригласим, спросим, о чем говорили. Но я знаю, что у вас была встреча и с губернатором Тверской области. Речь шла о многодетных семьях и поддержке многодетных семей. Вот что вы говорили? О чем говорили? Да, встреча была очень приятная. Мне очень понравился наш губернатор. Видно, что искренний человек, который очень хочет помочь многодетным. Ну, мы говорили... Во-первых, говорили вот о поликлинике, которая сейчас у нас уже на стадии завершения, что мы очень ждем. В Южном. Да, в Южном. Очень ждем, потому что это, конечно, необходимо. Особенно для тех, у кого там дети с какими-то проблемами. Потом говорили вообще о мерах поддержки для многодетных. Я рассказала, как я вижу, что считаю необходимым, в первую очередь, для многодетных. И говорили о личных каких-то проблемах. Ну, встреча была очень приятная. Да, и детям понравилось. Детям очень красивые подарки подарили, очень интересные. Да, они были счастливы. И сейчас до сих пор счастливы играют. Очень довольны. Екатерина Викторовна, а почему вот некоторое время назад люди боялись рожать, а сейчас в центре внимания многодетные семьи? Мы же тоже не сразу, вот у нас шесть детей появилось, а какой-то период прошел. Ну, страшно. Я бы не сказала, что было страшно. Просто если есть надежный тыл, если рядом любимый человек, и просто не надо бояться. Потому что дети, на самом деле, они у вас ничего не отнимут, а они вам только дадут. Дадут радость. Дадут испытать возможность испытать какие-то чувства. И положительные, и, может, какие-то еще там переживания. И ко мне подошла моя подруга и говорит, когда я вот шестого родила ребенка, и Илья держал ее на руках. Она подошла к Илюше и говорит, Илья, а ты бы хотела еще, чтобы у вас было? И он без задержки уверенно сказал, да, нас же должно быть много. Вот мне очень было приятно. Она потом мне подошла и передала, что мои дети так считают. Сейчас все хорошо, дети получают у нас образование, дети могут в дополнительных кружках заниматься. Везде есть какие-то моменты, но всегда можно договориться, и нам и скидки делают в доп. кружках. То есть везде идут навстречу. Не надо бояться. Дети будут развиваться, они не будут обделены. У них все есть. Самое главное, у них есть мама с папой. И есть большая семья, которая их всегда поддержит. Вот это вот важно. Ну, наверняка нас смотрят молодые люди, у которых, может быть, еще пока нет детей. И они только-только задумываются о создании семьи. Вот какие важные слова вы можете им сказать? Ну, важные слова, это, наверное, если у вас есть вторая половина, надо... Вы любите друг друга, уважаете друг друга, а дети – это плод вашей любви. И не бойтесь своих детей ни в коем случае. Принимайте их в семью, принимайте всех, которых вам Господь даст. Потому что вы потом почувствуете, что это Божья благодать просто. Что дети – это действительно та радость в жизни, которую мы пытаемся искать в чем-то другом. То есть вот что я могу сказать. Золотые слова. Большое спасибо, Екатерина Викторовна, что вы нашли время для того, чтобы прийти к нам в студию и рассказать о своей семье. Ну, а о том, как прошла ваша встреча в Москве, в Кремле, мы расскажем в новостях. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Прямой эфир». Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин